Народный интерес Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Народный интерес» ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссёр Александр Адин. Так часто в жизни бывает, что мы случайным знакомым стараемся понравиться, дальним каким-то. Мы и нарядимся, мы и прихорошимся, и какие-то слова хорошие говорим. А к своим близким очень часто относимся так, спокойно, никуда они не денутся, это наши родные. Вот если этот образ перенести на отношения между народами, между государствами, ну, правда, это понятие совершенно разное, народ и государство, но тем не менее, мне кажется, очень много похожего. Мы помним классику, помним короля Лира с его дочерьми и как с этими отношениями. Так вот, сейчас, мне кажется, настало время вообще подумать, как мы относимся к тем, кто близко, к нашим родным. Ну, и как они к нам относятся, и вообще, как строятся эти отношения. Почему? Потому что, когда наступает трудный период, мы, вот каждый из нас, всегда всё-таки в первую очередь обращаемся к родным, к близким, помогите. И забываются какие-то обиды, но иногда не забываются. И тогда наступает то, что брат идёт на брата, отец с сыном скандалит, ну и так далее, и так далее. Так вот, чтобы этого не было, мы сегодня пригласили в студию Елену Адольфовну Симак из Белоруссии. Кандидат экономических наук, вы преподаете... Мировую экономику. Мировую экономику. Елена Адольфовна, ну, я, во-первых, рада, что вы всё-таки дошли, мы немножко задержались. Дошли. Так, я очень рада видеть вас здесь, и хотелось бы поговорить. Отношения Россия-Белоруссия вчера, сегодня, завтра. Вы участвуете в работе Московского экономического форума. Зачем вам, гражданке Белоруссии, Московский экономический форум? Ясно, ясно, ясно. Всё, начинаем. Хорошо. Ну, сразу немножечко о Республике Беларусь с точки зрения нашей экономики, скажем так. В период Советского Союза страна наша, собственно говоря, была сборочным цехом всего Советского Союза. И когда разорвались эти кооперационные связи с развалом Советского Союза, мы оказались в очень странной ситуации. Всё сырьё, так сказать, на Востоке, все потребители на Востоке. А все шурупы у вас. Да, а все шурупы у нас, да. Ну, потихонечку восстановили, хотя сразу скажу, что первый период, первые годы, первые, скажем, 7-8 лет страна была совершенно дезориентирована. И люди были дезориентированы. Никто не знал, что делать вообще, куда кидаться. Часть хотела на Восток, часть на Запад. Ну, потихоньку мы сориентировались. И, конечно, сейчас, скажем так, мы и зависим от России, и в то же время, ну, скажем так, смотрим на то, как страна расцветает потихоньку, и мы расцветаем вместе с ней. Вчера выступали очень многие на Московском экономическом форуме, видные очень экономисты, и один из них сказал и привёл графики, таблицы очень интересные. Что произошло? После развала Советского Союза самое большое падение ВВП показала Украина. А потом уже Россия с её 10% роста по сравнению с 90-м годом. Да, но Белоруссия показала 80%. Я что-то не понимаю или не расслышала. Так вот, что это такое? Может быть, как-то вы это прокомментируете. Вот все оказались в одинаково плохих, по-разному, плохих условиях. Но у Белоруссии рост, у Украины падение, у России вот ни то, ни сё. Вы знаете, это обусловлено достаточно выгодной экономической позицией Белоруссии в тот период. Но, к сожалению, сейчас мы этот потенциал теряем, если не усилим кооперационные связи с Россией. Почему? Потому что, конечно, понимаете, какой потенциал исчерпан? Технический, я имею в виду научно-технический. То есть нам нужно переводить производство уже на более высокий уровень, более модернизированный. А технологии где? Сами мы страна маленькая. Есть, конечно, у нас свои передовые технологии в некоторых отраслях, такие как микробиология, например, порошковая металлургия. Но основные это, в общем-то, машиностроительный наш комплекс нуждается в научно-технических разработках. И у нас такая ситуация. Или брать эти технологии с Запада, ну тогда очень жёсткие условия к нам, требования взаимные. Они дадут как-то вот условия? Нет, 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 я не думаю, что они дадут, если дадут под очень такие, ну, скажем, как Украине сейчас поставили всевозможные условия. Поэтому наша задача сейчас кооперироваться именно на научно-технический потенциал с Россией. И это очень важно. Поэтому и всячески развивает наше правительство и, в общем-то, сами предприятия связи с вами. То есть попытка создавать какие-то совместные холдинги, какие-то совместные корпорации. Вот, хотя скажу, что не очень. Вот если бы вы учёный человек, вы занимаетесь мировой экономикой и смотрите на отношения России и Белоруссии именно с точки зрения мировой экономики. Скажите, какой потенциал вообще, вот на ваш взгляд, и если он есть, этот потенциал, то почему он не реализуется в должной мере, вот на ваш взгляд? Вы знаете, сейчас маленькие страны, а мы маленькая страна, очень сложно говорить о каком-то мощном потенциале. Сейчас все страны маленькие, ну, грубо говоря, кучкуются. Вот видите, входят в интеграционные группировки обязательно, потому что самим конкурировать на мировом рынке против гигантских транснациональных корпораций, которые всегда поддерживают крупные государства, того же Евросоюза, США, ну, практически невозможно. Поэтому сконкурировать можно только объединяясь с очень сильными странами. И, следовательно, у нас, ну, скажем так, вопрос выживания состоит в создании Евразийского экономического союза, Евразийского союза пространства единого. Если я ответила на ваш вопрос, может, вообще что-то уточнить? Всё-таки, вот сейчас вы бы оценивали, все ли ресурсы, всё ли используется из того, что могло бы быть? Если не используется, то почему? Если используется, то благодаря чему? Вот именно в наших отношениях. Вы знаете, что я думаю, что максимально используется, ну, скажем так, настроечный элемент, то есть вот создание общих систем управления, ну, такие, как, скажем, наш Евразийский совет и создание, например, всевозможных, скажем, верхушечных образований управления экономикой страной. А вот, скажем, по микроэкономическому уровню, по объединению предприятий ещё, конечно, делается недостаточно. Это очень хорошо, что вы об этом сказали, почему у нас передача называется «Народный интерес», и пригласили мы вас, знаете, почему? Потому что есть такое сообщество, которое называют себя друзья Юрия Болдырева, он, кстати, сам не знал об этом сообществе, представляете? И они мне написали, есть такой Иван Михайлов, что пригласите, пожалуйста, Елену Семак, которая специализируется именно на отношениях России и Белоруссии. Так что вот спасибо Ивану Михайлову. Но так как передача «Народный интерес», то я предлагаю сделать таким образом. Во-первых, рассказать, что может народ, вот нас слушает народ, что может сам народ, вы сказали, верхушки, где-то там уже сгруппировались, они уже есть, они существуют, они работают, может быть, даже деньги получают. А что люди, вот знаете, какая низовая инициатива может ройти? Прекрасно, прекрасно, да. И в связи с этим я задаю вопрос всем нашим радиослушателям. Если вы хотите о чём-то спросить Елену Адольфовну Семак, представляющую науку Белоруссии и специализирующуюся именно на отношениях России и Белоруссии, пожалуйста, задавайте вопросы, пожалуйста, звоните, не стесняйтесь. 629-08-73. И, как вы помните, вы говорите, кто вы, откуда, и чётко в течение 30 секунд ваш вопрос. Код Москвы, 495. Александр Радин, звукорежиссёр, веду передачу «Я», Татьяна Федеевна. Итак, Елена, вот что может народ? Ой, вы знаете что? Надо сказать, что в этом отношении гражданская инициатива была бы просто незаменима. Ну говорите, называйте скорее. То есть, вы знаете что? Просто элементарное движение людей с самых низов. Вот те же рабочие на местах. Они могут потребовать от своего директората, извините меня, закупить оборудование не в Литве, например, а потребовать закупить оборудование в той же России. Вот я, допустим, не знаю, ну, сантехник. Я сантехник в ЖЭКе работаю. Ну, в том-то и дело, что у нас, понимаете... Нет предприятий в том виде, в котором они были в советское время. Институционально это всё ещё не оформлено. Вот. То есть, люди просто, понимаете, за все эти десятилетия проблем, люди, ну, скажем, разучились сами отвечать за свою жизнь. Вот директор и всё. Да, пусть он решает. А он решает так, как ему выгодно. Да, да, совершенно верно. Так, у нас звонок. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте, дорогой народный радио. Валентин Иванович. Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос. Сначала скажу, что я был в Белоруссии в 60-х годах на заводе счётных машин при Жалковске. Вот. Хотел бы знать, работает ли этот завод, работает ли горизонт. Я использую часы белорусские электроника. Меня не удовлетворяет много лет. Работает прекрасно. И хотелось бы знать состояние вот такой направления электронной промышленности. Спасибо, Валентин Иванович. Спасибо, Валентин Иванович, за вопрос. Вы задели очень больную тему, потому что во время Советского Союза эти отрасли были самыми передовыми в Белоруссии. К сожалению, сейчас об этом сказать нельзя. Потому что все эти предприятия дотационные сейчас. Например, вот самый известный электромеханический завод в Бресте, возможно, вы о нём говорите. Фактически перестал существовать. Всё отдано коммерческим структурам, под офисы и так далее. Они выполняют самую элементарную работу, в общем-то. Горизонт. Он тоже огромное количество комплектующих покупает, к сожалению, в Корее, с Востока. То есть, собственной базы такой технической нет. Примерно то же, что в России. Да, сборка. Сборка, да. И это очень-очень печально, потому что мозги, конечно, у нас очень хорошие. Ну вот, всё-таки, хотелось бы не просто констатировать, что там у нас разрушено, здесь у нас сломано и так далее. Что мы можем? Давайте идти вперёд. Не стоять на дороге с повёрнутой головой назад. Да, там было и всякое. Было хорошее, было плохое. Да-да-да, конечно. Давайте вперёд. Именно народ, что может сделать народ, что можем сделать мы, могут сделать наши радиослушатели. Скажем, вместо того, чтобы ехать, ну, я не знаю куда, в Египет или в Турцию, ехать в Белоруссию в санаторий. Так, что ещё? О, это Белоруссия в санаторий. Да. Белорусы что могут? Приехать сюда, построить там, я не знаю, что, коровник, если строится. Вы знаете что, Татьяна, я вернусь сразу к началу нашей передачи. Вы знаете что? Самое парадоксальное. Вот у нас, например, в Белорусской государственном факультете международных отношений, у нас есть и посольства делают, и корейский кабинет, и иранский, и турецкий, и какой только хотите есть. Российского нет. Ну, вот я вам как раз говорила, что мы на своих близких, что на него смотреть? Да-да-да, совершенно верно. Белорус, куда он денется? Или Украина, куда она денется? Делась, делась. Так, у нас звонок, пожалуйста, говорите. Я Вячеслав, Московская область. Два вопроса. К Татьяне Степановне и к вашей гости. Давайте. Татьяна Степановна, оставьте адрес. Вот вы говорили про общину. Мне интересна вот расшифровка этого слова. Михаилов. Так, понятно. Понятно. Общество, а, общество, не община. Так, это первый вопрос. Второй вопрос. Ну, ладно, всё, ушёл человек. Это, знаете что, есть такое сообщество в интернете, люди, которые слушают наши передачи, вот с Юрием Болдырем, в частности, и они же предлагают очень многих интересных собеседников нам для передачи. Вот только и всё. Я ничего не знаю. Ты знакома с ними только по интернету. Теперь Елена у нас тоже по интернету. Елена Адольфовна, Семак. Значит, вопросы. Давайте опять о народе. Что может народ? Первое, сказали, что давайте покупать всё-таки белорусское трактора, а не обязательно покупать там или комбайн Джон Дир или покупать какой-то там, я не знаю что, трактор белорусский. МТЗ-то работает ваш? Минский тракторный завод? О, что это мощнейший завод. Вот как раз машиностроительная отрасль у нас развивается сейчас очень хорошими темпами. Она тянет всё за собой. Что бы вы сказали? Для того, чтобы поддержать Белоруссию, не надо нам лозунгов, не надо знамён, реальные дела. Хорошо, организовать вот такие вот народные движения, народная дипломатия. Вы знаете что? Есть чудесные... Чего не хватает? Информационного пространства общего. Не хватает. Мы сегодня с вами в информационном пространстве. Не хватает. Вот есть канал Мир, но я считаю, он недостаточный. Нам нужен такой же новостной канал, как Евроньюз, где без конца... Вы понимаете, мы не можем узнать новости друг о друге. Реально, не можем. Ну, а что? У нас вести идут два раза в день только новости по вестям. Ну, это есть газета «Союзная вечер», которая лежит в Госдуме и в Совете Федерации. Ну, правильно. А так люди не читают. Да, да, да. То есть нужен какая-то очень серьёзная, нужно радио информационная очень мощная, где бы шли новости одновременно и Россия, Белоруссия, Украина и так далее. Ну, давайте с народного радио и вечём. И народное радио в Белоруссии. У нас звонок. Пожалуйста, говорите очень быстро. Смотрите же. Так, снимаем звонок. Я вас очень прошу, пожалуйста, сидите. Говорят или нет? Когда сидите возле радиоприёмника, садитесь подальше. Ну, и дальше. Что ещё, Елена? Вот. Ну, я надеюсь, чем хорош Московский экономический форум? Задаётся вопрос, который очень болезнен для нас. Что дальше? Как развиваться дальше? Я вот вчера слушала учёных. Сегодня вот буду с удовольствием слушать. Я вижу, люди видят выход. Видят. Но его надо донести до, скажем, тех, кто исполняет. До тех ушей, которые приделаны к голове и так далее. Да, да, да. Совершенно верно. И, конечно, вот Московский экономический форум надо шире освещать, конечно, его. Вы знаете, что интересно? Вчера я вечером пришла с этого форума. Полное впечатление. Полное таких, знаете, включая телевизор, ни слова. Ничего. Да, да, да. Совершенно верно. Вчера этого нет. А это собрались умнейшие люди, не только России. Мира приехали. Ведь из разных стран приехали люди. У нас будут больше говорить о Давусе, чем о собственном. Да, Давус – это клуб миллионеров, миллиардеров. У нас звонок дальше. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте. Алло, доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Владимир Юрьевич. Я очень коротко буду. Вопрос вот в чем заключается. Белоруссия и Россия, ну, так же, как и Украина, это один народ, и я всегда, как бывает там, я это чувствую. Но все эти события на Украине я слышал в интернете, что идут антирусские выступления в Белоруссии. Вот и вопрос. Как белорусы относятся к тому, что Россия объединяется с людьми, которые раньше были в составе? Спасибо. Спасибо. Ну, вы знаете, что антирусские выступления всегда были, есть, а не останутся. Все-таки, скажем так, у нас же многонациональные страны, но, честно говоря, мы все придерживаемся, что это была серьезнейшая провокация Запада, это просто американский был страшный выпад и удар всем славянским народом. Это был просто удар в спину. И поэтому мы очень... Я, например, приветствую. Кстати, у вас есть такие движения, ну, проамериканские и про западные. Вот вы сказали о том, что на Украине, в Белоруссии очень много всяких центров корейских, японских, китайских, там, я не знаю, шведских и так далее. Я поняла. А русских нет. А русских нет, да. Вот, вот, вот. Так вот, все-таки о движениях таких именно западных и настроениях. На Украине это было очень сильно. Приходилось встречаться с людьми и слышал, видел все это. Ну, вы знаете, что белорусы более спокойно относятся к этому вопросу. Единственное, что их всегда задевает, некоторое неуважение. Причем, вы знаете, часто это неуважение. Со стороны? Со стороны русских чиновников, скажем так. Иногда они позволяют себе высказывания, которые... Ну, зачем задевать больные вещи, понимаете? Особенно в отношении белорусского языка. Это очень больная тема. Ну, не трогайте вы ее. Вообще абсолютно. Понимаете? Нет, обязательно кто-нибудь в Думе на встречах обязательно что-нибудь ляпнет нехорошее. Понимаете, я сама была свидетелем, когда очень важный чиновник из Думы вдруг сказал, что белорусский язык – это не язык. Ну, зачем? А он не депутат, будем говорить так. Тот депутат, который действительно контролировал по себе. Да, это проблема белорусского языка, одна из самых больных. Дальше, вы понимаете, в истории что же Беларусь была такая страна, на которой без конца проходили то сюда, то туда эти войны бесконечные. Вот я даже вам малюсенький пример приведу про Суворова. Это ваш национальный герой. Но в Беларуси к нему очень сдержанно относятся, потому что он жесточайшим образом подавил крестьянское совостание белорусское. Поэтому аккуратнее надо просто с этими некоторыми вещами и всё. А так, вы знаете, ну нет, я не скажу, что очень много таких прозападных настроений. Это, конечно, не Прибалтика, мы и не Украина. Елена, у нас очень мало времени, к сожалению. Это потому что вы долго и бежали к нам. Так, звонок, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. У меня, знаете, такой вопрос. Вот, так сказать, поскольку я понимаю, как мне кажется, в чьих руках всё находится, и очень уважаю Лукашенко как единственного в европейской части, которая всё-таки держит свободным от НАТО. Вот случись с ним, что у вас какие-нибудь заделы есть политические, чтобы в этом направлении твёрдо продолжать курс? Или это всё сразу рухнет? Спасибо. Вы задали очень сложный вопрос. Если б я знала, я б на него ответила вам с большим бы удовольствием. Ну, конечно, ротация кадров есть, и мы сами, вот наш факультет, мы растим, так сказать, будущих руководителей. Ну, я не думаю, что всё это рухнет, потому что сейчас даже сам наш президент Александр Григорьевич начинает модернизировать, скажем так, отношения, изменять, потому что уже, скажем, тот социалистический аспект, который у нас очень долгое время сохранялся, всё-таки мы сейчас шире развиваем рыночные отношения. У нас, наконец, изменилось, скажем так, соотношение государственной собственности и частной. Уже частной стало 55%. Это хорошо или плохо? Ну, вы знаете, что мы движемся к рынку, но очень медленно. А может, оно и лучше? Вот вы медленно движете, если у вас ВВП растёт, а Россия быстро подвинулась? Не скажите, потому что всё-таки мы опираемся на российские ресурсы. Понятно. Вот поэтому это надо учитывать, конечно. Ещё звонок у нас очень быстрый, пожалуйста. Я из Орловской области, Николай Николаевич. Здравствуйте. Я считаю, что у нас был бы давно союз, но виноват во всём Путин. Я человек пожилой. Понятно. Спасибо, Николай Николаевич. Я здесь вам очень быстро отвечу. Дело в том, что ни один из руководителей... Вопрос о том, что... Вопрос при вступлении Беларуси в Россию ставился такой вопрос... В Россию? Да, ставился такой вопрос несколько лет назад об интеграции. Но власть, в общем-то, не сошла возможным. Поэтому сейчас интеграция идёт только на том условии, что сохраняется власть. Понятно. И с той, и с той стороны всё. Это не трогается. Понятно. Ну, тоже понятно, почему. Так. Ну, и всё-таки народный интерес. Опять я... Кто про что, а я о том же. Что может сделать народ? Уже сказали. Давить на власть, чтобы власть больше внимания уделяла именно вопросом интеграции в Беларуси и ещё что? Ну, конечно, хотелось бы, чтобы развивалось больше общественных организаций через их. Это... Ну, нет, конечно, делается очень много. Это совместные соревнования, совместные культурные мероприятия, вот пробеги патриотические. Ну, единственное, что... Да. Елен, всё-таки у нас всего три минуты осталось. Слушают нас люди. Средний возраст от 40 и выше. Что могут эти люди? Вот вы бы видели развивать общественные организации. Конкретно, вот слушатели наши, представьте себе такой образ, что они могут? Ну, шанс, что такого? Нет, я понимаю, что они могут. Вы знаете, есть такая прекрасная вещь, как народный контроль. Но заикаться о нём, конечно, пока... Вот если бы восстановить эту систему народного контроля, это было бы просто потрясающе. Нарисуйте, нарисуйте эту картину. Ну, даже не знаю. Даже не знаю. То есть, понимаете, власти должны быть подотчётны народу. Они должны показывать, как они работают. Это что-то, к сожалению, нет. То есть, это нужно российский, белорусский народный контроль. А вот если, допустим, у нас есть очень активные слушатели, которые могли бы писать письма к вам, завязывать переписку. Потому что, вы знаете, мне кажется, что всё-таки наши отношения сейчас переживают, ну, может быть, чуть-чуть лучше этап, чем был недавно, но на самом деле, вот если говорить по-хорошему, не самое лучшее время, потому что вот те связи были порваны. Они сейчас, если соединены, ну, как-то так вот на живую нитку, я бы сказала. Что ещё, Лена? Я пытаюсь просто это сказать, ну, я даже не знаю сейчас, по-моему, механизмы. Понимаете, механизмы все уже как бы наработаны, только их надо усиливать. Вы со своей стороны что могли бы сделать, как человек, занимающийся этой проблемой профессионально, международные отношения? У вас студенты, у вас преподавательский состав, вот вы с ними работаете. Ну, мы стараемся приглашать как можно больше, вот если приезжают какие-то известные люди, у нас очень много людей выступает, и ваши члены и Думы, и члены международных ваших организаций, представители. Мы это организовываем, и это пользуется очень живым интересом. То есть ребята с большим удовольствием ходят слушать. Но, тем не менее, вы сказали, что есть информационный вакуум, потому что, если слушают ребята очень хорошо, но этих ребят 30 человек на всю страну, или там 50 даже, если человек, то это даже не капля в море, а капля-капли. То есть совершенно такая ничтожная величина. Значит, надо шире, надо говорить чаще. Елена, вы часто бываете в Москве? Ну, не так, раз в два месяца где-то. Ну, давайте, когда вы будете приезжать обо всём самым интересном, самым важном, что происходит в наших отношениях, пожалуйста, рассказывайте. А я напоминаю, что у нас в студии сегодня работала Елена Адольфовна Семак, преподаватель факультета международных отношений Белорусского государственного университета. У нас, кстати, слушатели есть из МГИМО, которые тоже очень хотят развития этих отношений. Так вот, я вас очень прошу, когда приезжаете, пожалуйста, приходите, и мы всегда будем говорить о России и Белоруссии. Ну, и я напоминаю, что передачу вела я Татьяна Федяева. Мы очень о многом не сказали. Я надеюсь, что это... Ну, это для начала только. Это для начала. А дальше мы будем говорить. И вы, пожалуйста, пишите, о чём бы вы хотели узнать. Я с удовольствием отвечу, пожалуйста. Да, да, да. И можете написать, во-первых, 125-009, абонентский ящик 10, Народное радио, и можете позвонить всегда. Все вопросы будут переданы. Спасибо за внимание. Я даже не ожидала, что будут столько вопросов. Спасибо, Елена. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.